здарова ребят на связи шамшурин и это не совсем обычные покатушки в том смысле что они они снимаются в самаре моем историческом родном городе в котором прошла вся моя босоногая юность практически босоногое детство значит я хочу хочу просто прокатиться по центрально одного центральных районов октябрьский район и соответственно так вот показать те где чё было и там вспомнить что и как вот мы сейчас стартанули от звезды и звезда это ночной клуб просто будет экскурсия по самаре от шамшурин звезда это ночной клуб который там был раньше лонг-бар и мы в него раньше заходили боялись заходить стеснялись заходить и что нам было там некомфортно потому что там все стоило дорого были там всякие мажоры крутые такие ухоженные какие-то девушки так далее ну и вот такая вот атмосфера типа гламурная ля бомонт вот естественно и как бы а мы были там что мы барванцами и поэтому особо себя чувствовать там хорошо не могли вот поэтому мы находили выход что туда не заходить или там не тратить там деньги за вход или за какие-то коктейли мы стояли вот там вот внизу и караулили девушек которые выходили из этого клуба на самом деле самара это город в котором я много где было это один из самых плохих в плане дорог города то есть хотя он красивый классный я здесь торчу уже месяц я здесь творчество дописываю книжку вот и решил тебе сейчас что-то показать ездили за волгу там очень круто турбазы вот эти вот на островах видно ночной город тишина не знаю там баня на воде то есть природа волга ну очень классно его ракетом и так далее все кто что любит единственное что такой отдых для меня вот он должен быть конечен если я туда еду на 2 или на 3 дня то я уже офигеваю потому что но это не мой формат вот там тусить на природе с пивом и с раками как бы на день можно съездить расслабиться вот справа символ самара ладья волга все дороги перерыта ну хорошо что сейчас хотя бы начали делать потому что видимо к чемпионату готовится самаре всегда жарко вот это вот набережная начинается с новой набережной воде потом идет вот это вот обычная и когда еще не переделали там было очень много кафешек мы там ходили с моим другом мишей просто вот около четырех лет каждый день просто каждый день ходили на набережную и практиковали до самого утра обязательно кого-то находили каких-то девушек секс приключений все прочее это развлекательный центр кинап и с него все начиналось тут очень много фастов очень много каких-то историй когда нас называли туалетными мальчиками потому что мы также не заходили в сами заведения мы дежурили возле их туалетов и иногда даже заходили за девушками в туалетах женские чтобы с ними там зазнакомиться вот и сейчас вот когда гулял по набережной несколько дней назад постоянно встречаю каких-то людей которые остались в прошлой жизни кто-то из них там поднялся кто-то в основном как бы мало конечно таких кто-то как был на том уровне на котором он был тогда на таком он и сейчас и на фоне них в москве в принципе ну как бы людям некоторые люди себя обесценивают частности я то есть я вот допустим что-то там где-то зарабатываю что-то где-то есть успехи но не считаю что это очень круто например хотя иногда надо порадоваться иногда прям надо сказать себе что я молодец и там глядя на все эти дорогущие тачки какие-то невероятные сооружение очень богатых успешных людей как бы на фоне них не особо ты молодец и когда приезжаешь сюда и самое главное когда ты видишь тех парней которые с тобой когда-то вместе начинали но они остались на том же уровне а ты поднялся немножко повыше в такие моменты уже начинаешь понимать да все-таки жизнь налаживается жизнь такая стала более интересная вот недавно видел макса он же валера он же женя человеку которым много имен вот и этот человек у которого я когда-то за 1000 рублей там пропиливал дверной проем болгаркой весь был пыли просто человек делал ремонт и я попросил говорю если у тебя есть какая-то подработка чтобы было на что купить себе бензин или поесть это вон памятник татищему основателю сама и соответственно я попросил чтобы он мне позвонил если что-то будет вот у него что-то было он позвонил и в итоге я целый день распилил фигачил стенку и сейчас когда вот я этого человека встречаю и вот такие воспоминания потому что я уже давно забыл об этом такие воспоминания в голову лезут прикольные что все таки и понимаю что все таки жизнь налаживается же менять вот по этой дороге когда там еще были кафе хим и с мишкой ходили просто каждый вечер естественно не зимой но возможно если бы то и того гигантского объема практики отказов и хороших ситуаций и всяких там трэш случаев то есть если бы этого всего не было то наверное не было бы там сейчас канала который ты смотришь не было бы той книжки которая сейчас дописываю хочу чтобы она скорее вышла в свет чтобы я прочитал вот че еще то есть здесь очень много здесь вот практически каждый квадратный километр сантиметр метр этого города он связан с тем что у меня там что-то было где-то там какие-то были романы где-то знакомства где-то какие-то где-то мы отхватили там людей где-то я работал где-то еще что-то по поводу работы кстати сейчас вот едем в сторону пивзавода это одно из места работы где я работал здесь я работал просто в нереальном количестве мест я работал на макаронной фабрике я работал в пивзаводе обработчиком техникостей вот сейчас мы мимо него поедем я работал всякими менеджерами шменеджерами я работал в сток-центре когда у нас была директриса так это сток-центр это магазин где продавали секонд-хенд короче подержанные стрёмные шмотки вот и а сток-центр предполагает что там какой-то сток коллекций то есть люди туда шли иногда вещи приходили просто заблеванные какие-то какими-то пятнами и она вот так менеджер в руки не мог это взять и она вот так вот это терла говорил там чуть ли не пробовал на зубу все нормально сейчас стираем повесим продавать вот я работал на стройке я торговал арбузами на трассе я продавал пластиковые окна я кстати вот здесь вот самарская площадь сима один из символов города мужик с крыльями тут тоже все что-то роют перерывают их местный белый дом бассейн скау и всякий клуб то здесь вот все облазина просто облазина нами каждый сантиметр был за пикап но и моим другом другими друзьями вот и чем по поводу работы еще я даже поработал на шоколадной фабрике но там меньше недели я продержался работал в майке продажа и покупка изготовление металлопроката то есть недавно кстати на турбазе видел народ оттуда народ если меня кто-нибудь там смотрит большой привет я работал риэлторских агентствах я работал я работал дедоморозом это известная история про это уже говорю что три года подряд работы дедоморозом все вот эти места работы все интересные случаи все то как я сам себя физически и морально психологически преодолевал чтобы вырваться из вот той вот задницы в которой находился в первую очередь финансовый вот и причем во многом благодаря женщинам буду благодаря пикапу того что мне захотелось нравится женщина быть востребованным я оттуда вылез то есть все это я буду подробно рассказывать свои книги которые очень скоро выйдет среди за канал то есть обязательно первому знаешь о том когда она выходит потому что количество экземпляров будет ограничено здесь еще был евро квартал по моему так и называется и там тоже мы продавали теплоизоляцию за лайны за рок вот эту всю хрень вот знаменитый пивзавод самарский которым я работал свое время недолго правда обработчиком технологических ямкостей вот здесь ульяновский спуск так называемый вот спуск волги и мы сюда ездили всегда заниматься сексом с теми девушками которые еще не знали что вообще в принципе там намечается какой-то секс потому что это было первое свидание у нас были такие случаи когда мы ехали например я знакомился с девушкой или там мой друг миша знакомился с девушкой на 4 сигнал вот значит мы едем по улице вернее я заезжаю за этой девушкой на свидание она собирается одевает платье это наш первое свидание по факту мы заезжаем вдвоем потому что девушка говорит что за хрень почему вас двое мы говорим что это мой брат там или друг когда как и что у нас все общее даже девушки будем гулять втроем девчонки аж охеревали но вот был случай на киевской когда мы спускались вот уже с забранной из дома такой вот девчонкой которая вот до сих пор не могла понять как так получилось почему нас трое вот и суть в том что мы видим идет такая красивая девушка с ногами в короткой юмке переглядываемся так просто первая мысль были кто быстрее то есть у нас девушка которую мы взем на свидание вдвоем мы останавливаемся вымекаем при ней знакомимся еще с одной там берем ее телефон возвращаемся в тачку она даже уже не спрашивает что это было ну и после этого едем там дальше так мне как-то бы развернуться что ли потому что они меня зажали едем дальше на на свидание с этой девушкой мы просто чудили отмораживались и делали какие-то штуки ну просто в прикол так ребята давайте проходите а сюда мы привозили всех девчонок для того чтобы пересаживать их на задние сиденья начинать там издалека с массажа руки и всего прочего и занимались сексом то есть когда была зима мы по очереди с мишкой друг друга откапывали например пытались как-то за ну это не только мы здесь конечно этим занимались мы заезжали куда-то подальше в снег ну чтобы подальше никто не видел и по факту каждый второй раз застревали например потом я звоню миша копай меня подъедь а быть вам вам я с девушкой давай сейчас приеду или наоборот вот здесь продавали беляши это иверский монастырь до сочнее внешность здесь вот такой вот маленькое окошечко да ну тут вон оно кстати при этом есть жрачка больше и там в этом окошечке продавали беляши вот и они были очень вкусные а по поводу пивзавода я работал в подвале обработчиком и я ходил в куртке в резиновых сапога в шерстяных носках и когда в самаре вот было уже там плюс 30 в мае этом работа может быть несколько месяцев у нас была рабочая температура на заводе плюс 2 градуса и это была жесть потому что ты выходишь на улицу видишь как красивые девчонки там парни то есть гуляют покупают это же пиво или просто гуляют что-то а я сижу там как этот как пёс в подвале это очень такие и самые приятные вспоминания хотя сейчас конечно все это с улыбкой я считаю что мужчина он должен попробовать мужчина должен попробовать жизни много чего вот и чем больше ты умеешь и чем больше ты знаешь чем больше у тебя опыт какого-то жизненного или в плане что ты можешь сделать это хорошо это драматический театр который с вами был такой не начался как у нас сейчас но считается хорошим театром это мы уже подъезжаем к старому городу что хотел сказать я тут жил и работал огромном количестве мест я сейчас говорил про работу это только какая-то половина наверное мест которые сейчас вспомнил и были еще места где я жил где я то есть я снимал квартиру здесь было 12 или 13 квартиры там или комнат каких-то в которых я в свое время как бы жил причем они были такие не самого лучшего качества мы там еще с каким-то соседями жили первое место где мы снимали жилье там вообще это было на ленинской там был частный дом несмотря на то что центр города и у нас не было воды у нас туалет и душ был на улице хотя вот там полевой спуск макдональдса за буквально вот 50 метров и тоже знаешь как бы было такое что и без отопления зимой три месяца на советской армии в каком-то бараке там снимал по дешевке в общем было разное тут было очень много чего такого в основном конечно со знаком минус но сейчас я это говорю для того чтобы как-то может быть ты понял что если у тебя может быть какая-то похожая ситуация что ты чем-то в жизни недовольны что какие-то там бытовые условия не самые лучшие что-то все это фигня это все временно это все если вот этот матист сейчас меня не переедет спасибо это все можно были какие здесь дороги это все можно поправить это все как бы исправимо и сегодня так а завтра так и как мне всегда говорил мой друг саша что когда у меня были моменты какого-то депресса что он говорил вов она станет обязательно тот день когда ты заработаешь столько денег за день или за месяц сколько ты до этого не зарабатывал за год за предыдущих несколько лет и он на самом деле практически как всегда был прав потому что блядь что записаться потому что такой день настал там и потом был еще и не раз и не раз сейчас мы едем к площади куйбышева говорят что это самая большая площадь европы хотя чё-то говоря честно я в этом сомневаюсь здесь вот евро квартал была такая девчонка леська я с ней познакомился по работе она работала под секретарша и вчера подрабатывал google танцовщина очень была девчонка прикольная это вот из серии каким я был додиком до того как сам опоздал тему пикапа то есть я знакомился с девчонками я даже там у них ночевал вот она меня пригласила в гости девчонка танцовщица ну понятно что она очень прикольная очень такая вся с фигурой красивая вот и она даже закидывала на меня ногу вот так вот в кровати ночью а я спал и ничего с ней не делал потом удивлялся почему на следующий день она например не вызванивается ли что-то еще и такие случаи были и я не знаю я искренне не понимал как начинать как что делать из мне казалось что вот может быть как-то само собой все должно разрулиться но было таких моментов очень много причем опять же все это очень подробно очень детально расписано в моей книжке которая вот скоро выходит я хочу сейчас доехать до ну на осипенка не поедем наверно до макдональдса вот потому что мы там раньше это был такой пятачок цивилизации мы там раньше что там за девка такая с животом прям как я вот мы раньше там тусовались и смотрели вот на всякие там дорогие машины на эту молодежь и думали вот бы нам все это как бы конечно когда это все появилось и получилось ты понимаешь счастье не в этом но это вещи которые элементарно должны быть в твоей жизни потому что иначе полноценно счастливым тебя не назовешь здесь строительный институт в который я в свое время что-то передумал поступать и так называемый строяк тут еще чуть-чуть подальше будет колледж в котором я учился у меня единственное образование это средне-специальное законченное то есть я тут есть конечно слух что есть психологическое образование но она у меня как бы незаконченное я так его и бросил свое время какая-то синяя женщина идет вот и ну если есть очень большой опыт походов по психологам в качестве пациентов в качестве заместителя в качестве ситтеров в качестве хелперов то есть я постоянно свое время тусовался на всяких там психотерапевтических группах еще чем-то каких-то холотропных дыханий и так далее то есть опыта сейчас у нас на самом деле очень много и это тоже было не зря хотя я туда пришел не от хорошей жизни это самарская площадь вот с той стороны где этот мужик с крыльями символ города а я говорю про образование то есть смотрите ребята ничего не буду говорить про высшее образование скорее всего оно наверное должно быть да потому что ну это такая вот матрица социальная которая заложена еще с советского союза и люди переживают как бы получить образование как бы то как бы все но по факту то есть оно должно быть да но как бы наличие его или отсутствие никак не коррелирует с каким-то успехом по жизни и то есть я знаю также очень много людей у которых две вышки например но при этом они живут очень скромно ну в плане каких-то финансовых доходов сейчас мы будем проезжать энергетический колледж самарский энергетический колледж в котором я собственно говоря учился но я год учился на очке а потом уже учился на заочке и работал вот он справа это большое здание учился по специальности техник строитель пгс хсбгс вот и вообще как делали мы катались вдоль набережной например там на 99 моего друга да или на десятке на моей вот иногда ходили пешком и когда катались мы могли просто за вечер настрелять по 20 телефонов то есть вот с точки зрения опыта общения знакомств соблазнения чего-то еще его он реально колоссален как бы сделали меня это там счастливее ну там допустим скорее какая интересная проехал дамы скорее нет чем да вот сделали сделали дало ли мне это какие-то знания чтобы помогать людям и когда они только хотят что-то спросить во время тренинга а вот если я говорю ты вот это хотел спросить такой да откуда ты знаешь ну я знаю то есть вот самое главное сейчас уже с точки зрения практики и помощи клиентам это конечно пригождается потому что практически все ситуации которые могли быть с женщинами они были и случились и так далее конечно были всякие курьезные моменты все про это будет написано в книге ребят вот что еще хотел сказать значит там вот дальше осипенко это я еще просто мимо сегодня проезжал и думаю обязательно сказать я там жил с в соседней комнате с деями я не гомофоб хотя я их не люблю и однозначно нет не мое и как бы не хочу с ними там общаться и иметь ничего общего здесь же остановка стояла такая вот но была такая ситуация когда мне нужна я снимал комнаты у меня тогда не было денег я снимал ком допустим в духовной квартире и когда я искал комнату какой-то парень сдавал он сам снимал в двушки одну комнату вторую сдавал ну здоровый такой нормальный как бы на вид парень я думаю здоровый нормальный парень и парень я туда поселился в соседней комнате там был конечно же свой ключ и так далее Там единственная была общая кухня, общий толчок там и так далее. И после того, как я там жил где-то неделю, к нему начал приходить какой-то дружбан странный, и они все время говорили про гомосяти, ну я думаю, что за хрень, почему так, ну вообще, столько внимания туда. Потом они говорят, чувак, на самом деле мы, короче, заднеприводные, то есть. И я, конечно, так сначала удивился, потом даже думал, может быть, верить, не верить, потом, да ладно, они угорают. Хотя странные шутки, конечно, у них. Так, вот, и один раз я возвращаюсь вечером домой, поздно там уже ночью, наверное, откуда-то. Иду домой, подхожу, подъезд, смотрю, о, два мужика. О, блин, они, короче, сосутся, да у нихера себе, смотрю, блядь, это же мои соседи. В итоге я там около полугода прожил с гомиками в соседнем, в соседней комнате фактически, да, то есть мы друг друга никак не взаимодействовали, они ко мне как бы никак не пытались притереться и так далее. Но по факту все равно, ну, не было возможности потом сразу съехать куда-то, но все-таки у меня отношение больше негативное, чем позитивное, я считаю, что это все-таки какая-то клиника и болезнь. И еще оттуда я как бы вынес такой вывод, что их на самом деле гораздо больше, чем нам кажется, потому что вот туда приходило очень много разного народа, вот этих вот заднеприводных светло-синих там. И почти все из них выглядели так, как будто это вот просто действительно мужик там, блядь, бородатый, небритый, не знаю, брутальный, хмурый. То есть вот я бы в жизни никогда не подумал, что этот чувак там под хвостик балуется и так далее. Вот. Сейчас приехали на Макдональдс, вот этот пятачок, где вот вечерами полевой спуск, соответственно, к набережной, вечерами собиралась вся эта самарская молодежь там, даже не столько, чтобы пожрать этой гадости, а сколько как-то потусить, пообщаться и так далее. Вот. Набережную сейчас показать, к сожалению, не получится, потому что мы туда просто не поедем. Во-первых, я там долго буду парковаться, а надо еще идти на тренировку. Во-вторых, ну, как бы это отдельная тема, про которую, возможно, когда-нибудь там дальше поговорим. Сейчас что хочу сказать, что если тебе было интересно или, в принципе, до сих пор интересно смотреть мой канал и вот смотреть в частности это видео, которое ты сейчас посмотрел, то есть могу сказать, что, как я и обещал, в сентябре, скорее всего, уже там к концу сентября, у меня выходит книжка, настоящая бумажная, печатная, физическая книга, она будет толстая, интересная, глянцевая, красивая, классная. И еще у нее будет какая-то... Сейчас, секундочку, только не снимай. Привет! Просто классно выглядишь, такое молчание в ответ. Нет, шикарный нос такой просто, я смотрю, прям из-под очков. Нет, нет, стой, конечно, стой. Вот, и с детьми еще, кстати. Нет, такая она прикольная. Че я говорил-то? Так, а че я говорил? Напомни, че я говорил. Полевой спуск. Это полевой спуск. Я говорю про книгу, ребят, то есть выйдет книжка, у которой будет несколько ковыряться и как бы того, как ее можно приобрести, причем там от самых простых до самых крутых космических со специальной флешкой, где будут задания и упражнения сняты на видео. Вот, и это будет принципиально новый продукт, то есть флешка, потому что это, а, эксклюзивно, б, ты не сможешь найти это в интернете, потому что там будет специальный код, который будет работать только от одного API-шника, там, или как-то в этом духе, но это мои программируют заморочиться сами. Вот, и в этой всей книге я расскажу тебе про свою вот эту вот юность, про то, как я начинал, про то, как я стал тренером в итоге, про то, как я переехал в Москву, про то, какие случаи здесь происходили в плане работы, соблазнения, общения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, рассказать есть просто огромное количество информации, и я очень хочу, чтобы она была для тебя полезной и интересной, поэтому следи за каналом. Надеюсь, тебе понравились эти покатушки. Спасибо Мише, которым я снимал. Вот, и всего хорошего, увидимся на канале, пока. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok